Эту тему подробнее обсудим мы с Евгением Смирновым, адвокатом, правозащитником в проекте «Первый отдел». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала поймем, чтобы до конца в Кремле идею, нужна ли эта всеобщая мобилизация или нет, будет она или нет. Для начала поймем, а нужна ли она на сегодняшний день, учитывая, что скрыта мобилизация, она и так происходит, а учитывая те объемы, которые наверняка не увеличились, я имею в виду по подготовке, где этих всех боевиков, потому что их солдатами, да и называть язык не поворачивается, чтобы их научить, там чему-то где-то собирать, одеть и вооружить, на это все тоже нужны ресурсы. И всеобщая мобилизация наверняка не под силу их всем этим обеспечить, поэтому и продолжается вот такая текущая, вяло текущая, возможно, частичная мобилизация. Как вы видите, наверное, поэтому и не объявляют всеобщим мобилизациям, что не хватает на все ресурсов? Я думаю, здесь множество проблем, соединенных вместе, это в первую очередь и стремление российских политиков, стремление Кремля, скажем, не допускать войну в обычную жизнь россиян. Государство, мы видим, всеми способами старается показать, что в России продолжается мирная жизнь. Даже из тех регионов, куда уже пришла непосредственно война, где происходят боевые действия, это Белгородская и Курская области, оттуда поступает для российских потребителей информации крайне мало сведений. Помимо этого, естественно, государство не хочет проводить новую мобилизацию, поскольку все помнят, что произошло осенью 2022 года, когда из России десятки тысяч молодых ребят бежали просто через границу, стояли сутками в очередях на Верхнем Ларсе, в Казахстан. Невозможно было купить авиабилеты ни из какого аэропорта, чтобы выехать за пределы Российской Федерации. У нас это тоже все использовалось, точнее не использовалось, это негативно влияло на и рейтинг Кремля, и негативно влияло на отношения к власти. Поэтому российское государство всеми способами старается отложить вот эту массовую мобилизацию, призыв такой всеобъемлемый, старается отложить того, что людей будут хватать на улицах, приходить домой, стучаться с повестками, поднимать из кровати и забирать на линию фронта. Государству это невыгодно, как мне кажется, в первую очередь с политической точки зрения. А если говорить про обеспечение солдат, про обеспечение армии какими-то необходимыми средствами, но опять же давайте вспомним историю, вспомним, что происходило в 2022 году. Тут самое главное все-таки человека привезти на линию фронта, а там уже можно заставить его или его родственников, или какие-то так называемые благотворительные организации купить необходимое обмундирование для него. Купить куртки, купить носки, купить белье, купить палатки, купить продукты питания, то, чем государство не может обеспечить, хотя обязано это сделать. Поэтому я думаю, что это не такая большая проблема в глазах российских властей. Да, из-за этого, кстати, и потери просто колоссальные. Вот, собственно, из-за высоких потерь на фронте в российской армии наблюдается дефицит солдат. Это может заставить Кремль начать новую мобилизацию еще до конца года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны Российской Федерации. Издание отмечает, что сейчас потери в российской армии самые высокие с начала полномасштабного вторжения в Украину, а региональные чиновники Российской Федерации не могут выполнить более третий квот на призыв. По словам источников Bloomberg, официальные лица в Москве новую волну мобилизации могут назвать ротацией, а объявить о ней, конечно же, будут вынуждены еще до конца этого года. Вот как вы видите вероятность того, что это будет объявлено до конца этого года, и кого на эту так называемую ротацию будут призывать? Вот обычные россияне, да, смотрим, чтобы вы как и с правовой точки зрения объяснили, кого могут призвать на эту так называемую ротацию, какого возраста, кто эти люди, на каком воинском учете они находятся, вот чтобы человек понимал, он выходит из дома на работу, если еще есть работа, да, и не возвращается домой, потому что его остановили и вот призвали, да, такое может быть. Вот, чтобы человек понимал, какие права его нарушаются. Сейчас государство старается заткнуть дыры на фронте, заткнуть свои потери, так называемыми уязвимыми группами. Если мы посмотрим, кого сейчас старается государство нанять на линию фронта, то это те люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию. В первую очередь это заключенные или те люди, кто находятся под уголовным преследованием. Мы видим, что российские колонии просто закрываются, несмотря на то, что в них содержатся тысячи украинских военнопленных, они продолжают закрываться, потому что десятки, сотни тысяч обычных заключенных отправили на фронт. И государство с помощью правоохранительной системы, конечно, старается таким образом как можно больше и больше людей нанять и отправить на линию фронта. Вот сейчас приходят новости. Вчера пришло письмо, что молодой человек, осужденный за государственную измену в пользу Украины в Российской Федерации, человек, осужденный за то, что попытался вступить в Легион Свободы России, человек, имеющий умственные заболевания, подписал контракт с Министерством обороны. Хотя это прямо запрещено законом, осужденный по таким статьям, не могут быть признаны на фронт, с ними не может быть заключен контракт. Но даже на эти ограничения, которые имеются в законе, государство сейчас закрывает глаза. Если говорить о возможной мобилизации, то здесь надо дать должное, опять же, российским властям, которые вот эти два года, с осени 2022 года, не потеряли. Они готовили правовую базу, они делали различные законы, они создавали различные подзаконные акты, которыми заткнули многие дыры, позволяющие людям, кого призывают, покинуть страну и либо избежать мобилизацию. Например, создан вот этот вот реестр электронных повесток, электронных уведомлений. Согласно этому реестру, теперь повестки не обязательно вручать лично в руки, а достаточно разместить информацию о ней в этом электронном реестре, и человек считается подлежащей мобилизации. При этом, если человек добровольно не является в пункты сбора, в военкоматы, он поражается во многих правах. У него ограничивается право управлять транспортным средством, у него куча ограничений поведения банковских счетов. Если он индивидуальный предприниматель, то его ИП просто замораживается, ему закрывается право выезда за границу. То есть создаются такие условия, чтобы человек был вынужден выбирать, либо он идет на фронт, либо он будет вынужден скрываться от властей без возможности нормально легально существовать на территории Российской Федерации и каким-либо образом зарабатывать денежные средства. Помимо этого, государство еще пересмотрело ответственность за отказ в явку военкомата, за сопротивление мобилизации и значительно подняло и сроки наказания, и штрафы, которые могут назначаться. Сейчас штрафы вставляют уже не одну-две тысячи рублей за неуточнение каких-то данных в инкомате, они их увеличили до десятков тысяч рублей. И невыплата их опять же может привести к запрету права на выезд из страны. Поэтому в случае объявления новой мобилизации, хотя надо отдать должное, мобилизация 2022 года до сих пор продолжается со всеми правовыми последствиями. Указ президента не отменен. Сейчас достаточно не принимать даже новый указ президента, а уточнить, например, количество людей, которые должны быть мобилизованы. Это все делается на уровне Министерства обороны, и такие люди могут быть мобилизованы, призваны на фронт с венкомата. Поэтому, в принципе, к новой мобилизации в России с точки зрения права все готово. Государство убрало многие лазейки, которые существовали в 2022 году в законе, и теперь вопрос лишь исключительно в политической воле, вопрос в том, когда будет принято вот это политическое решение продолжить мобилизацию на счету в 2022 году. Помимо этого еще и увеличились сроки людей, возраст людей, кто подлежит мобилизации. То есть теперь подняли верхнюю планку, и по некоторым категориям она дошла до 60 лет. Ну и вот нехватку кадров в российской армии подтверждает и руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, острые проблемы с человеческим ресурсом у Российской Федерации начались около четырех месяцев назад. По прогнозам Буданов к лету, говорит, что к лету 2025 года Кремль будет вынужден либо объявить о масштабной мобилизации, либо остановить войну, и при этом на выплаты военным Россия тратит огромные средства. С начала полномасштабного вторжения суммы бонусов за подписание контракта с Минобороны от регионов выросли в 80 раз, почитали экономисты, и в некоторых областях, чтобы завлечь на войну единоразово, выплачивают уже более полутора миллиона рублей, это около 16 тысяч долларов. Однако поток россиян, желающих ехать на фронт, все равно только уменьшается. То есть мы видим, что и уязвимая категория, как вы обозначили, ее недостаточно в количественном эквиваленте, денег, сколько бы ни давали, все равно сильно не стимулирует желающих идти воевать. Как вы видите, действительно ли будут все-таки обращаться к всеобщей мобилизации? И вот до конца непонятно, если так называемое СВО, да, это не война, вот объясните здесь с точки зрения правовой, по какой статье мобилизируют, или это просто уговорами предлагают подписать контракт, возможно, виды уговоров разным быть, и, возможно, и применение силы, тут уж, я уверена, разные истории бывают. Но, тем не менее, на чем основывается вот эта мобилизация, даже вот эта частично, если войны нет, некая специальная операция, в которой человек может отказаться, говорит, я не хочу, то есть по конституции он обязан защищать страну, если военное положение в стране, там, объявлена война, напал на Россию кто-то и так далее. Как я уже сказал, Россия время зря не теряла и существенным образом переработала правовую базу. Теперь же для того, чтобы быть мобилизованным, не обязательно объявлять войну, не обязательно говорить, что на территорию России кто-то напал, достаточно издать указ президента о мобилизации, как мы это видели, в 2022 году, и в рамках него уже и набирать новых рекрутов в российскую армию, и в рамках этого, опять же, указа о мобилизации запрещать увольнение тех военнослужащих, которые на момент вынесения указа о мобилизации проходят в воинскую службу. Поэтому сейчас, вот с точки зрения права, здесь сложно искать какие-то лазейки, сложно говорить о том, что только при войне о мобилизации может быть объявлена, и на этом основании не являться военкомат, в любом случае все сделано так, чтобы человек, который отказывается идти на фронт, отказывается воевать за Россию, был существенным образом юридически наказан, просто поражен в своих правах. Помимо этого, действующее законодательство, оно не запрещает использовать срочников в любых боевых действиях, которые проходят как на территории Российской Федерации, так и в любом уголке нашего необъятного земного шара. Единственное условие, которое содержится в законе просрочников, это то, что они должны пройти подготовку в течение первых четырех месяцев. То есть человек, который призван на срочную службу, он не может быть отправлен на фронт только в течение первых четырех месяцев со дня призыва. После этого он считается уже лицом, кто прошел надлежащую подготовку, и может быть отправлен совершенно в любую точку земного шара или в любую точку Российской Федерации. Поэтому вполне вероятно, что государство будет использовать призывников, тех, кто призван на срочную службу, как одну из уязвимых групп, которые находятся в области государства, для того, чтобы затыкать дыры на фронте, для того, чтобы их использовать для защиты каких-то своих воинских объектов или даже для наступательных операций. Такое тоже ни в коем случае нельзя отрицать. А если говорить про уязвимые группы, то, опять же, государство старается здесь поступать достаточно хитрым способом. Государство в России сделало фактически войну единственной возможностью зарабатывать достойные деньги для существования. При этом стоимость жизни в России неуклонно растет, стоимость недвижимости уже вставляет какие-то запредельные суммы, простой гражданин ее не может купить. Стоимость, процент ипотеки, он совершенно кошмарный, там, по-моему, больше 20% годовых. Соответственно, государство сделало так, что только сотрудничество с российской армией, только участие в зоне боевых действий может обеспечить достойность существования жизни среднестатистической семьи на территории России. И вот, говоря про уязвимые группы, государство старается как раз-таки больше людей отправить в зону бедности, в зону нуждающихся людей для того, чтобы они были вынуждены пойти на фронт, взять в руки оружие, чтобы заработать какую-то копейку. Идет уже, прошло два с половиной года войны, и все добровольцы, кто сам хотел пойти на фронт, пошли туда в первые месяцы. Сейчас уже люди идут не потому, что хотят чего-то там защитить, какие-то свои интересы или уничтожить где-то каких-то мнимых фашистов. Они туда идут просто для того, чтобы выжить, потому что государство поставило их в такие условия. Но понятно, что это не может продолжаться бесконечно. И когда вот этот поток нуждающихся людей иссякнет, государство будет вынуждено пойти на меры, либо это будет опять новый виток мобилизации, либо это будет использование уже срочников в этой войне. Вот, кстати, о них хотела далее вас и спросить, потому что вот их сейчас в России заставляют подписывать контракты на военную службу. И вот так, как пишет Оверстка, около 150 солдат, которых эвакуировали, давайте напомним, да, с границы Курской области, воинскую часть возле областного центра, уговаривали продолжить службу. И по словам самих срочников, сначала их пытались привлечь выплатами в 4 тысячи рублей в день и статусом участника, так называемой СВО, но позже стали угрожать уголовной статьей и тюрьмой за отказ выполнять приказ. Тут, объясните, действительно нарушаются права срочников, и как я понимаю, что вот указ Путина выше Конституция, да, слова Путина ничего не значат касательно того, что срочников на передовую, так сказать, да, на саму войну отправлять не будет. Помним, да, это все видели, и матери этих же срочников наивно в это все поверили, и теперь видим вот это давление по отношению к ним, которое сейчас происходит. И получается, что фактически уголовной статьей, да, и тюрьмой им угрожают. Это все получается правомерно? Как им защитить свои права? Ну, естественно, никакие угрозы юридически не могут быть правомерными. Угрозы, поступающие со стороны государства. То же самое происходит и с людьми, которые попали под каток уголовного преследования. Их ставят перед выбором. Либо ты отправляешься за решетку на долгие годы, иногда десятилетия, либо ты подписываешь контракт и идешь на линию фронта, где еще можешь заработать какую-то копеечку. Примерно то же самое происходит и со срочниками. Они люди подневольные, они находятся в распоряжении своих воинских частей и полностью зависят от своих командиров. Фактически режим срочников, режим в армии, он немногим легче режиму тюрьмы. Им запрещено пользоваться нормальными мобильными телефонами, нет связи с внешним миром. Они существенно ограничены в своих правах и весь их быт зависит от вышестоящего руководства. Естественно, в таких условиях руководители воинских частей стараются заставить срочников подписать договор с российской армией, чтобы они уже отправились непосредственно к линии боевого соприкосновения. Но, как правило, эти угрозы, они ничем не заканчиваются. Они, ну, в плане имеется в виду, не заканчиваются уголовным преследованием, потому что нет такой статьи в Российском уголовном кодексе, как отказ от подписания контракта с российской армией. Но таких ребят могут избивать, их могут отправлять в человеческие условия содержания. На них могут натравливать других сослуживцев, чтобы они оказывали на них психологическое и физическое воздействие. Поэтому вот все эти угрозы, все это давление делаются исключительно для одной цели, для того, чтобы они стали легальными объектами для участия непосредственно в боевых действиях. Вот опять же, если говорить про срочников, самое страшное начнется тогда, когда вот эти иллюзорные гарантии, которые Путин высказал по телевизору, перестанут окончательно действовать и срочников будут массово направлять на линию фронта. Вот в этом случае, конечно, уже никаких гарантий у них просто не будет. И сейчас юридических гарантий нет. Все, что говорил Путин, это просто слова. Мы много раз слышали за эти четверть века, как сказанные слова Путина многократно нарушались. До 24 февраля 2022 года мы из уст руководителей России слышали, что никакого нападения на Украину не будет. Ну и что мы видим сейчас? Уж точно. И тут напоследок, Евгений, теперь давайте о школьниках поговорим. Не в новости того, что этих так называемых участников СВО отправляют в школы для этой пропаганды, скажем так. И вот в прямом смысле, как уже и некоторые учителя, и родители жалуются, в прямом смысле рекламируют войну эти так называемые ветераны. Ну а вот еще в апреле 2023 года Газотома Российской Федерации одобрила поправки в законодательство, разрешающие подписание 18-летними выпускниками школ контрактов с Минобороны. И вот журналисты The Moscow Times также обнаружили в объявлениях, объявления в пабликах десятков детских садов, школ и даже библиотек. И тут же стоит также напомнить, что по закону об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации пропаганда и агитация, которые могут нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, запрещены, и также в российских школах запрещены политические, военная пропаганда, принуждение к определенным убеждениям и разжигание национальной розни. Ну что же говорить, выборы как проходят за счет школы, и как учители завлекают в эти все выборы и так далее. Но теперь мы видим, военная пропаганда активно разворачивается. Как школьников защитить, чтобы они не становились тоже в ряды так называемых СВОшников? На протяжении последних 15 лет государство активно вмешивается в школьную и университетскую программу. Перерабатываются полностью учебники, особенно учебники, связанные с историей, учебники, связанные с обществознанием. Вводятся новые предметы, вот там диалоги о важном или что-то в этом роде, я точно название не помню. То есть государство уделяет огромное внимание воспитанию подрастающих поколений молодых россиян. Это делается для того, чтобы было как можно меньше свободомыслия в стране и было как можно больше подчинения детей государству. Все-таки даже самые независимые родители вынуждены отдавать ребенка в школу, в детские сады. И на протяжении многих часов ребенок находится в среде, где его, как правило, культивируют быть преданным государству, исполнять приказы и верить в светлое будущее под руководством партии «Единая Россия». Мы это все наблюдали на протяжении Советского Союза и Россией. Украина прошла через такую школу воспитания, и мы видим, какие последствия, насколько продолжительные существуют от такого воспитания. Очень сложно заново вырастить поколение людей, которое будет хорошо образовано, которое будет независимо, которое будет интегрировано в мировое общество. То есть то поколение, которое способно что-то поменять в стране. И чем дольше такая ситуация в России, конечно, продолжается, тем сложнее надеяться на положительные политические изменения, изменения самого населения, его отношения к происходящему в стране, поскольку нет каких-то независимых институтов, которые воспитывают свободомыслящих людей. И родители сталкиваются с огромными проблемами. Я знаю по своим друзьям, что они просто бегают каждый раз из школы в школу, буквально каждый год, в надежде найти еще те островки, в которых осталось нормальное преподавание, и в которых детей не пичкают пропагандой, а пичкают знаниями. Те школы, из которых детей учат, как нужно жить в современном мире, учат каким-то новым вещам, которые мы должны проходить в школе, а не учат, как у вас показывается в сюжете, правильно себя взорвать гранатой. И таких школ становится все меньше и меньше. Многие люди только для воспитания людей принимают решение покинуть Россию. У кого нет денег, иногда переводят детей на индивидуальное образование, стараются сами заниматься с ними дома, либо уже искать какие-то частные школы. Но это, опять же, требует определенных ресурсов от родителей. Да, разговоры о важном называются эти дивные уроки. Спасибо вам большое, Евгений, что нашли время для нас, напомню нашим зрителям. Евгений Смирнов, адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» был с нами на связи.